закончить на этом разговор могу да действительно не буду сюда возвращаться может быть закончить надо знаете каким путем походя по саду смотрите что они болтун это я не для рекламы видели вот вот года врача была синяя краска а последний год вот ведь он мне прислал несколько бутыльков вот пожалуйста его работа черная черная лак мастика лак мастика так вот этот момент отметили но если мы в саду об чем еще можно поговорить знаете о чем мы же носили стажей давай тогда про прививку когда я буду прививать хорошо если кто-то рядом будет из тех кто сможет держать руках в качестве оператора вот это же самый мой фотоаппарат с камерой да кстати смотрите караул одну ветку не замазал это уже мой просчет давайте что-нибудь еще посмотрим вот видите не пошла вот хоть плачь прививка не пошла и все вот так бывает вот и что тогда а у меня еще более лучше есть эти сорта необыкновенная наверное я привью вот эту вот ветку почему я выбираю сюда мощь советские вот такие как знаете берут вот такую веточку вот такой вот и на глазах у всей страны на середине тоже о чем говорит о плохом этом плохой специалист на середине берет сделает срез и сюда вставляет эту ой что же не надо было делать а давайте я возьму нож вот может быть я сейчас с этого момента разделен на два фильма первый как бы за столом я вам показал так сейчас я возьму я сейчас какой нож какой нож вот этот или вот этот вот этот нож я ну тут я не могу супер нож как я называю сыроватка он для левши этим я не могу а этот я на ваших глазах наточил а сейчас смотрите вот есть такие детали на которые не обращать внимание первый раз я увидел такую халтуру советское время фамилия тогда была была передача специально и вот он брал он доктор наук а фамилия до сих пор запомнил у меня избирательная память сейчас я испорчу вот он дерево да сильнейшая обрезка на третий год она стала маточным видите вот упрямая невероятно но одна прививка не пошла а заметьте какие ветки использую вертикальные или посертикальные да вот а теперь внимание пленку не снял ё-моё вот она прививка пошла а почему она такая слабенькая нет почему потому что она абрикос привил сливу венгерку сейчас еще покажу это ладно будем это называть прелюдия я еще зафиксирую покажу как я приваю то есть вот здесь вот я отрежу в этом месте отрежу вот делаю вращеп и ставлю две ветки вот сюда наверное вот эту все за и сколько у меня сельком запасил модерна вот эту так и может быть еще вот эту вот эту вот самую лучшую мощь и теперь смотрите что берет человек вот 40 или 50 лет так он берет вот такой вот внимание я без оператора надеюсь меня видно я постараюсь пониже повыше и в этом месте он делает вот такой срез видите вот вот смотрите чё упала в грязь вот это теперь ладно мы вот это карты отрезаем ну а теперь он берет это я грязь очищаю уже кругом так смотрите вот он берет теперь стыкует а теперь видите и сматывает и вроде бы такой умный все и это было и советское время 40 лет назад я видел по телевидению уже тогда была передача популярная и это самое я видел это зимой то есть берет подходит и вот такую ветку и показал спасибо но что нам даст вот эта ветка вот что она нам даст если взять дерево в целом она даст нам несколько ягодок одну пятидесятую или сотую часть она же не просто она и так маленькую роль играет а еще привитая она же еще хуже будет расти чем не чем не тронута вот это есть современная технология я этого не понимаю поэтому я вас приглашаю посещать мои вот такие эти посетителей у меня будет немного 300 500 человек обидно страшно потому что идут годы люди теряют годы сейчас на рынках творится вакханалия дичайшая вранье дичайшие невероятное мошенничество не ряд вот кроме лапши ничего вы там не приобретете сейчас я вам покажу что не смотрите везде где белая тряпка это говорит о том что тряпочка висит что тут прививка и вот она это получше видите прививка венгерка обе пошли одна пошла хуже вот это одна вот это лучшая высота смотрите какая где-то больше метра да вот теперь что я буду делать и почему я показываю ну прививку врача поведите вот это вот когда пленку сняли на показать а вот такая вот есть вот первый этап прививка венгерки а венгерки лучше чем эти же китайки и инклоды приживаются друг другу а именно на абрикосе получаются удачные прививки вот одна из них что я буду делать дальше дальше следующий этап как ее сделать совершенно совместимой с абрикосом она останется сливой немножечко поменяться качество могут вот но она останется сливой где-то вот здесь я оставлю вот столько надо чтоб она развивалась где-то вот здесь вот я отрежу и вот эту часть выше вот это вот это вот это вот это это будет раз-два-три прививки я возьму и снова привью на нее же видите почему теперь у нее совместимость с этим же будет гораздо выше одно направление и я уже заготовил вот таких у меня не одна и буду прививать на другие но опять же культурные абрикосы вот следующий культурный абрикос ему тоже три года исполнилось смотрите внимательно вот и у него есть свои проблемы вот эти какие вот прижилась прижилась но херовенькая учитывая что она несущая то есть скелетная ветка очень 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 плохая прижилась еще раз здесь одна ветка помните там слабенько на том дереве здесь одна получше похуже естественно брать надо самую лучшую вот эту так и вот сюда например вот сюда здесь сделать вот здесь вот я это наверное буду смогу ли пока пока не нужно чека нанять который будет этим заниматься то есть помогать мне съемки ну пришлете рубле сто или пятьдесят лучше тысячу шучу нет не шучу вот и тогда будет профессиональной съемки я буду на ваших глазах это комментировать почему не тут почему тут вот вот самую вот эту естественно я уже не буду только самое лучшее годятся для продления рода и мы вырастим еще одно поколение и однажды случится чудо чудо случилось в саду у нашего друга чернобаева сотни из вас если не тысячи уже знают эту историю привил набая из темно-синих венгерок получил красивейшего розового цвета да с каким урожаем не сразу но получились розовые венгерки фактически новая сорт фактически вот там еще момент такой теперь если косточку посадить вернуться ли они нормальное состояние то есть вернуться ли станут темно-синие или эту розовый сохраняться или хотя бы частично сохраняться или на одни станут синие вырастут другие станут розовые это все интересно этим должна заниматься наука когда-то о вегетативную гибридизацию а разновидовые прививки сломали зубы сломали судьбы сотен садоводов а сейчас такая тишина но это тишина как на кладбище могильная тишина можно сказать потому что современная мире не признается вегетативная гибридизация а мы о чем мы вот еще раз берем самую лучшую ветку сама лучше же срезана а это я просто не заметил придется ну что делать я чего да ты чё это и нас как погоди секунда поздоровайся а ну как всегда опять не накрашенная так теперь итак смотрите что получается вот это вот именно такая они такая которая прошла похуже вот и вот такая выбирается мощнейшая ветка мощнейшая так вот она здесь прививаем это я как бы повторяюсь скажете все нет еще в одном месте вот тут и еще в одном поколении учебного получилось фактически сразу но этого почему волшебник художник заслуженность они какие-то особые люди у них все вот только задумает и все еще получается вот так друзья теперь 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 вот они все те же вы боже мой видели сколько косточек смотрите видели это только на дороге вот мы собрали такое количество где-то четверть миллиона надеялся что науки понадобится сразу переход перелом сразу на все науки да и снова начинаем с косточек да но после этого косточки вот культивируются будут как самые морозостойкие что по двое и что мы будем делать мы будем возрождать и активную гибридизацию но это будет поле чудес потому что можно вырастить такие чудеса вот именно какие моем саду или у боднера были или у этого царства небесного у латинкова царство небесное но но они каждый раз становится все как вы договорила алиса стране чуде все чудеснее и чудеснее вот все чудеснее и чудеснее прививать придется учиться придется каждому студенту не так что это помните кто-то из вас по моему моя ленинградская дочка у меня дочки это самые удивительные люди я только удивительных людей дочками называю дело в том что рассказал этот случай когда доктор наук профессор университете отказался читать лекцию по прививкам потому что 5 академический цоп оказалось мало ну понятно это заработок зависит а мы с вами научимся за один час когда у меня будет оператор я смогу нормально твоя руками работать они как сейчас одной руке нож и другой